Аристотель В этике он пытается определить, что есть благо Аристотель говорит о том, что благо есть рационализм, то есть разум И поскольку все люди стремятся к счастью, то счастье есть добродетель И поэтому все мы стремимся к добродетели Но при этом он не говорит, что добродетели есть прямое, как добро, что есть добро, а что есть хорошо, а что есть плохо Это не так Это немного отталкивается от золотой, так сказать, середины, меньше большего и больше меньшего То есть приведу пример Вот мы идем, видим человека, который нуждается, ну, глубоко в деньгах Мы ему даем эти деньги, но это не является добродетелью только по той причине, что человек чувствует себя чем-то обязанным Вот, а мы чувствуем себя выше его, то, что мы ему помогли Так вот, а добродетель это тот момент, когда ты помогаешь человеку настолько на неосознанном уровне, что человек как бы и не чувствует себя Обязанным тебе, и ты не чувствуешь, что он тебе обязанный Вот, и тогда это является истинной добродетелью, и поэтому чем больше добродетель, тем больше шансов попасть в МСЧистилище и в рай Вот, безусловно, в этике обсуждается не только добродетель, но также взаимоотношения между людьми Дружба, взаимоотношения в политике, в экономике определенно Потому что есть определенные сферы, которые как бы всегда затрагивают человеческие взаимоотношения Как общаться с людьми, как не ранить их чувства, и как люди могут неосознанно, думая, что они правы Быть обиженным на человека, который думает, что он прав Но загадка и раскрытие этой загадки стоит в том, что каждый человек прав по-своему, но истина одна Чтобы понять эту истину, ну, грубо говоря, вот эта книга, это и есть истина Вот, вы смотрите на эту сторону, это ваша правда, я смотрю на эту сторону, это моя правда Мы оба правы, потому что мы просто не видим противоположную сторону Но если мы посмотрим полностью, это будет истина И таким образом Аристотель ищет в своем учении именно по этике, что нужно посмотреть под нескольким ракурсом Очень люблю приводить пример с религией Бог один, но именно много конфессий не из-за того, чтобы мы много ссорились А из-за того, чтобы мы под разным углом каждой конфессии посмотрели Философские книги, они же тем хороши, потому что это как Библия Ты вот прочитал фразу, потом перечитал, и смысл совершенно другой Еще раз перечитал, и смысл другой То есть смысл вкладывается с каждого раза по-разному, потому что ситуации жизненно меняются Ведь жизнь нас учит, жизнь хороший учитель А философия это всего лишь тот проводник, как не допускать вот эти ошибки жизненные Точнее, допускать, но с наименьшими потерями для себя Ведь упрямы те невежественные с ослаждениями И грубые люди, которые любят собственное мнение вследствие наслаждения и страдания Их радует победа, если их не перебедят, и они печалятся Если их мнение, высказанное как закон, окажется бессильным Так что они более походят на невоздержанных Бывают люди, которые отступают от своих убеждений И это не в силу невоздержанности, как, например, неоптолемса в околовском филоклете Хотя он отступает не ради наслаждения, а ради прекрасного Ему казалось прекрасно быть правдивым И только Одиссей склонил его ко лжи Так что не всякий человек, делающий что-либо ради наслаждения в силу этого Не обуздан, дурен или невоздержан А лишь тот, кто поступает так ради позорного наслаждения Этика Аристотель Рекомендую Рекомендую